Всем привет, дорогие друзья! Наш Ифтар закончился, мы покушали, набрались сил, доделали домашние дела и вышли. Вот у нас 9 вечера и просто такая темнота, на небе звезды, но моя камера, к сожалению, этого не передает. И сейчас мы поедем по совершенно особенному делу. Так, куда же мы едем в 9 вечера? А едем мы в магазин, чтобы купить мне наряд. Остались последние дни Рамадана, скоро будет Иид, праздник. И я не знаю уж, во всем мусульманском мире или только в Алжире существует такая традиция покупать каждый год новую одежду. В основном покупают домашние платья какие-то красивые и используют их однократно, а потом убирают в шкаф. В нашей семье эта традиция тоже существует и вот мы вечером едем покупать одежду. Сейчас во время Рамадана такая система, что все магазины закрываются где-то в 7 вечера и в полном объеме они открываются только после 10 вечера. Такая ночная жизнь во время Рамадана. Едем мы по обычным магазинам, не в торговый центр. И единственное, что я хочу выбрать, это какую-то практичную одежду, которую я буду носить потом. А не очередное платье, которое уберу в шкаф. И сейчас мы подъехали к магазинчику очень интересному. Это какая-то немецкая одежда. Она продается килограммами. Пойдемте посмотрим. В этом магазине мы уже покупали с мужем джинсы. И джинсы такие прям практичные. До сих пор они служат, очень мне понравилось. Поэтому решили первым делом заехать посмотреть сюда. Вещи здесь все абсолютно новые, с этикетками. Хотя выглядит так разбросано все как секонд-хенд какой-то. Но нет, они новенькие. Мне кажется, что здесь очень выгодно покупать именно детские вещички, которые легкие. Там носочки, трусики, маечки. На килограмм можно много купить. Мы ничего тут не подобрали и поехали в другой район, где вот такой прям большой-большой район магазинчиков домашних платьев. Они начали уже открываться потихонечку, уже полдесятого где-то. Пойдемте сейчас посмотрим, что здесь продают. Мы приехали, припарковались. И вот так вот задалека выглядят магазины. Располагаются они в гаражах. Некоторые гаражи еще закрыты, потому что полдесятого сейчас проходит вечерний намаз до десяти вечера. И потом начнут открываться все-все гаражи. Вот такие вот здесь расшитые платья, хиджабы. Пошлите искать. Детскую одежду мы уже купили. Купили мы ее в парк Молли, в магазине Киаби. Чуть позже я вам покажу обзор, что мы купили. А сейчас пойдемте искать мне. Вот такие вот платья прекрасные домашние. Но носят их только дома. То есть на улицу женщина такое платье не оденет. Кстати, сложилась уже в последние годы традиция покупать не только одежду, но и какие-то новые занавесочки, посуду, одеяло. Поэтому эти магазины тоже работают в ночное время. Платьев великое множество. Очень красивых, расшитых. Но я на них только любуюсь, потому что в голове уже для себя я все решила, что я хочу какую-то одежду, в которой я потом смогу ходить, а не очередное десятое платье, которое я просто уберу в шкаф. У меня уже очень много платьев скопилось. Даже дома я не одеваю платье. То есть платье это только вот праздник какой-то. Мне поуютнее какая-то хотя бы наподобие европейской одежды. В этом районе оказалось не только много платьев, но мы нашли множество и брючных костюмов, которые очень красивые, элегантные. Дома я вам покажу, что я купила. Но может быть после вот такой яркости красок, платьев расшитых, мой костюмчик покажется таким блеклым, таким скромным, но очень уютным для меня. Так как все уже решено, мы достаточно много походили и решили полакомиться мороженым. На лето в Алжире практически все автоматы с мороженым убирают, а сейчас опять становится тепло и опять множество автоматов достаны. Но мне нравится вот на самом деле уже готовое мороженое в упаковке. Вот такие вот рожки, где очень много шоколада в кончике. И прогуливаясь спокойным шагом, кушая мороженое, мы еще немножечко полюбовались, а что здесь такое продают. А это мы уже дома. И вот такой вот костюмчик я себе купила. Это летний костюмчик, очень легкий, темно-синего цвета. Может быть на камере он потемнее, в жизни чуть-чуть посветлее. Вот такая вот бахрома тут идет, из прекрасной легкой ткани. У меня уже одна туника такая есть. И летом мне очень уютно в них ходить. Поэтому еще один костюмчик, в котором я могу ходить. Единственное, поскольку ничего нет, я хочу какой-то аксессуар, либо пояс. Пояс какой-нибудь может быть другого цвета. Буду что-то придумывать. В общем, вот такой вот костюмчик у меня. А это уже детская одежда, купленная из Киаби. Ахмеду купили вот такие вот вельветовые штанишки легкие. Вот такой вот толстовочку. Как раз сейчас уже без курток дети начинают ходить. Она немножечко протепленная, то есть очень хорошо. Единственное, осталось бы шмачки докупить. Скоро поедем. Сабрине купили платье, туфельки. У нее есть колготки, но вот еще у нее тут носочки. Из аксессуаров это у нее бантик. Ну и чтобы дополнить образ, раньше я занималась тут изготовлением бижутерии. И это моя ручная работа. Думаю, ну что лежит. Надо дать ребенку. Это вот брошка вот такая. И сережки есть. Вот сережечки. Какое-то время назад очень нравилась мне техника канзаши. Много я понаделала бижутерии. Ну а сейчас все. Азарт пропал. Это мы находимся в торговом центре парк Моль. Приехали мы докупить Ахмеду башмаки. Давайте заглянем в магазин Биржка. Хочу вам просто мельком показать ассортимент. Что тут продает. Какая мода тут в Алжире. А вы пишите в комментариях, кто посещает в России такие магазины. Отличается ли ассортимент одежды. Пока мы гуляем, хотела бы еще рассказать, что открыла свой канал на Дзен, куда выкладываю видео все старые. И поэтому очень прошу вас о поддержке, а именно подписаться на канал. Ссылочка будет в описании и в прикрепленном комментарии. Все спустились в детский магазин. Заходим. Тут нас встречает супергерой. Бэтмен. Кто здесь? Супермен и Халк. Раньше они стояли в другом месте. Все с ними фоткались. Теперь вот перетащили в этот магазин. Вот такие вот коричневые туфельки мы выбрали. Правда, хотели черные какие-нибудь. Но сын сам предпочел, сам выбрал. Ну что ж, его выбор. Сейчас померим. Примеряет. Говорит, все удобно, хорошо, покупайте. Берем. Купили. Сейчас будем двигаться обратно. И да, без новой одежды остался только супруг. Ну, точнее, у него есть костюм, который он ни разу не одевал. А он думает, одеть его или купить новую гондуру. Но у него все просто, поэтому мы его не трогаем, разберется сам. А мы прикупили новую одежду и ждем праздник, печем печенье. И, возможно, уже в новом видео я покажу, какие сладости испекла я. Так что, до новых встреч, друзья! Всем пока!